Именно маленький городок Ельня вошел в историю Великой Отечественной как первый город, отбитый у немецко-фашистских захватчиков. Здесь русские воины проявили настоящие чудеса отваги. В этот день, 18 сентября 1941 года, четыре стрелковые дивизии получили звание гвардейских, а 14 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя Советского Союза. Ельнинцы помнят значимую для них дату и ежегодно в сентябре проводят памятный митинг. В этот раз в город привезли останки всех гвардейцев, найденных в этом году поисковиками по всему району. В начале мероприятия глава района Николай Мищенков выразил благодарность поисковикам за их работу по увековечиванию памяти Героя. Хочу сказать слова благодарности и низкий поклон бойцам и командирам поисковых отрядов. В немоверно трудных условиях, жертвуя своим здоровьем, своим временем, они делают все, чтобы действительно слова «никто не забыт» и «ничто не забыто» не стали пустым звуком. После выступления официальных лиц состоялась церемония передачи останков солдат, чьи имена были установлены для захоронения на родине. Настоятель Свято-Ильнинского храма Ерей Михаил провел заупокойную литургию в память о невинно убиенных воинах, после чего траурная церемония направилась в деревню Ушакова. Там прошло захоронение останков 262 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такие мероприятия, как захоронение, перезахоронение, это является, в принципе, подведением итога работы любого поискового отряда. И поэтому для наших отрядов городских это очень-очень важно. В 2019 году поисковому движению Смоленщины исполнилось 30 лет. За прошедший год в регионе были найдены 2500 красноармейцев. Наши два отряда за родину и высота подняли 55 солдат, которые здесь будут захоронены. Из них 7, у 7 солдат найдены имена. Сейчас занимаемся поиском родственников. И четверо солдат переданы на родину захоронения. Завершилось мероприятие прощальной фотографией и поминальным обедом. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснатовы.